Итак, видос небольшой про Oculus Home. У меня есть на сайте пара статей про то, как его обставлять. Сейчас я покажу, как он у меня выглядит на компе. Ссылки на статьи будут в описании под этим видео. А заодно потестируем микрофон на Oculus Quest, потому что на 29-й прошивке наконец-то дали записывать голос без всякого шаманства. Итак, вот это киберпанковское окружение чудесное. Большая часть моделек здесь самопальная. Тесла вот есть и волшебные светящиеся кубики, пол-литровая мышь с бутылкой пива, летающая тарелка вон там висит, стульчик. Здесь на столе есть баночки с пивом, стыканы, чипсы, светящийся спиннер, коктейльная мешалка. Она, кстати, интерактивная. Это из самих предметов. А вот баночки самодельные. И вот это все с роллами, стаканами кофе. Баночка из кафе тоже самодельная. Такое вы нигде не найдете, но можно сделать, например, в блендере и выгрузить потом в GLB формат и затянуть в импорт его. Клус хом, и оно у вас появится. Единственное, что не перестарайтесь с количеством полигонов, иначе... Вот у меня здесь есть примеры кубики. Вот эти вот на куб. Сейчас с другой стороны подойду. Так вот, если к ним поднести голову, я не буду это показывать, то шлем виснет, потому что там слишком много полигонов. Такой пистолет тоже есть в предметах самого хома. Его там можно при желании найти. Кубик-рубик, еще не светящийся спиннер, книжечка, которую я сейчас читаю, но так и не дочитал. Так, близко лучше не подходить. Револьверы из темной башни. Тоже самодельные. Телефон самодельный. Так, что тут еще? Картинки. А, картинки биткоины. Много-много биткоинов. На них можно посмотреть вблизи. Они отражают, как настоящие. Картинки самодельные. Точнее, картинки смоделированы в блендере и потом отрендерены. И с них снова сделаны картинки. Такой вот замкнутый круг. Лохотип твиттера моего любимого. Картинки самодельные, но сделанные по курсу Дениса Кожура. Есть на ютубе такой чудесный товарищ, который переводит западные вороты. Вот это оттуда. Книжная полка. Конечно, лабиринт отражений. Эти книжки можно было бы взять руками, если бы я снял блокировку Хома. Но я не буду это делать, чтобы ничего тут не сбить. Ну, куча книжек. Лукьянг это книжки, которые я прочитал за последние несколько лет, с тех пор, как у меня появились появились шлемы. Да, первому игроку приготовиться, само собой. И Нейромант. Вся трилогия я как раз прочитал перед выходом Бирпанка в прошлом году. Так, что еще? Картинки, картинки. Вся те разные. Еще картинки. Это тоже все из курса Кожура. У меня тут защитная сетка. Что-то появилось? Отойдем. Ну, это все лучше смотреть вживую. Диван, кстати, тоже самодельный. Такого нету в Хоми. Подушки здесь уже были. Здесь картриджи с игрушками, которые есть на Окулусе. Батлзона, в частности, у меня купленная когда-то. И что тут? Потер Старс. Тот же самый. Робо-рекол. Пройденный на втором квесте. И Эхо VR. Тоже мой любимый. Так, что тут еще есть? Через вот эти штуки, у меня в статье написано, можно транслировать картинку с компьютера. Но я сейчас не буду этого делать, потому что может все повиснуть. Что еще? Камни, которые на самом деле низкополигональные, но смотрятся они хорошо. Да, еще картиночки. Все с того же курса. Здесь должна штука выбрать. Вот она. Мелкая такая. Футуристический камин. Тоже картиночка из курса. Оно самодельное. Здесь всякое мое творчество. Но вот это вот я подавал даже на конкурс на Тиберпанк, когда они проводили этот конкурс на иллюстрации. Конечно, я там ничего не выиграл, но участвовать было прикольно. Вот, что тут еще у нас есть? Опять же картинки. Это все смодерировано в блендере и рендерено потом в картинку. Еще картинки на тему нейроманта. Интерактивные медузы. Туда можно засунуть руки. В общем-то, наверное, и все. Сейчас смотрю. Да, такой вот дом. Самое обидное, что у меня в какой-то момент он перестал прогружаться. Я писал техподдержку. Типа, верните мой дом. Я его обставлял несколько лет, а вы все убрали. И потом, через два дня, он вернулся. Где-то еще должен тут валяться мячик, который можно в кольцо подтянуть. Я его чуть не вижу. А, вон он. Все. Есть мячик, но забить его туда не так-то просто. Стой. Мячик улетел. Сейчас он упадет. Вот. Окружение вот такое находится там в предметах Homo. У меня в статьях это тоже есть, откуда его можно взять. Там несколько штук на выбор. Шляпа, короче. Ну, в принципе, и все. Можно, наверное, думаю, вырубать. Заодно потестировать. Да, можно туда подойти. Заодно потестировать микрофон. А еще заодно потестировать. У меня включены сейчас репроекции. Графика включена на высоких настройках. Я не знаю, будет ли видно на записи, как замыливают края объектов. Из-за того, что видеокарта меня не выдерживает, она их размазывает. Но зато не трясет саму картинку. И можно, в принципе, да. И, опять же, видно издалека, наверное, я не знаю, как будет на видео, как лесенки начинаются на прямых линиях. Вот, например, на том же лете. Если подойти ближе, они сейчас пропадут. Вот. Отсюда уже видно. Более или менее. Но, опять же, видео еще YouTube пережмет. Видео будет в 720p, поэтому ничего. Опять же, я вижу лесенки на стыках швов между этих плиток. Работает хорошо. Опять же, вот сейчас, да, у меня дергается, как бы, ковер, когда я иду. Ну, это потому, что видеокарта работает на пределе, а сам видос записывается с помощью встроенного интерфейса квеста второго. Само собой, комп он не нагружает. Так, ну, что вам еще... Теслу еще раз показать. Вот. Светящаяся Тесла замечательная. С квадратными колесами. Так, ну, в принципе, все на этом. Я врубаюсь.